Мастер-класс по изготовлению комбинезончика для наших домашних питомцев. В данной работе я использовала шерсть мериноса 18-19 микрон, овечьи кудри и вискозу. Складку я начну с белой шерсти. Она у меня будет обратная. Я не буду делать никакую вискозу. Я уже так делала. Для моей собачки получается очень хорошее качество. Именно для собаки. Вот посмотрите, тоненький слой шерсти. Но в данном случае у меня была такая бежевая. Возможно, это цвет тмин. И потом дальше я раскладывала коричневую шерсть цвета кофе. И вот в результате получается вот такой вот подшерсток. Поскольку мой этот проект будет для собачки Моники, которая черно-белая такая собачка, я и сделаю это в черно-белых тонах. Закладываю лапки С4, потом вот эту часть, которая здесь перед лапками. Здесь горлышко, чтобы оно не растягивалось. Его я прокладываю вот такой вот тоненькой полосочкой. Вдоль. И вот захожу немножечко за края, чтобы мне потом можно было завернуть на обратную сторону. И дальше я раскладываю облачками стихийно. Мне не нужно, чтобы это было такое полотно прямо. Ну, скажем так, меня устроит его ажурность. Поэтому раскладка вот такая вот, очень простая. Вот такой тонкий слой я сделала. И теперь все, что я здесь тоже кладу такую тоненькую полосочку. Я здесь не очень-то волнуюсь за то, что у меня неравномерно разложена шерсть. Так как вот именно это мне нравится, когда вот здесь тоже шерсть вылазит неравномерно. С той стороны пересекается, вот где потоньше она влазит, смешивается со светлой шерстью. И тогда получается такая имитация настоящей кожи. И теперь я раскладываю черную шерсть. Вот это уже будет верхний слой. Поэтому мне надо, чтобы это все было темненькое. Вы можете подобрать свой цвет, который подходит вашему питомцу домашнему. Вот здесь я не очень-то пытаюсь, чтобы оно соединилось. Потому что мне надо будет заворачивать вот эти лапки. То есть мне в основном сейчас вот здесь вот надо. А потом я остальное заложу. Когда я уже лапки эти заверну и буду с обратной стороны вокруг лапок раскладывать шерсть. Я тогда все это тщательно проработаю. А сейчас вот в этих местах это все очень условно. И теперь мне надо вот туда. Ну, во-первых, я здесь тоже черную шерстку положу. Вот в таком горизонтальном положении, чтобы здесь было ограничение. Вот так вот, чтобы края заходили за шаблон, чтобы у меня эти хвостики потом туда зашли. Я буду ими оборачивать шаблон, потому что здесь же у меня будут эти лапки. Рукавчики такие. Ну, то есть я везде делаю по одному и тому же принципу, чтобы раскладка была одинаковая. Я буду везде раскладывать кудри. И здесь вот я, ну, как бы должна предположить, сколько мне нужно положить сюда кудри, чтобы это было, выглядело как каракулевая вещь. Как будто это шубка. Здесь я не буду цветочки делать. А вот сверху у меня будут цветочки. И тогда я должна просто рассчитать сверху, где у меня должно быть побольше шерсти, где я буду класть цветочки, где я буду класть кудри. И все это я делаю по ходу моей работы. Ну вот, я разложила уже до такой степени, что меня устраивает. Я все это поправляю. Вот здесь будет заходить за края. И теперь я уже прямо разложу вот здесь вот то количество кудрей, которые я бы хотела здесь видеть. Для того, чтобы раскладывать кудри, я обязательно надеваю перчатки. Сейчас я беру эти кудри и раскладываю так, как я себе это представляю. Как оно будет тут смотреться декоративно. Для того, чтобы кудри привалялись, мне нужно их вот тут вот у основания, вот где они срезанные, распушить. А здесь, ну, можно так посмотреть, насколько вы хотите, чтобы они у вас выглядели вот так вот, ну, скажем так, декоративно скрученные завиточки. И если вы хотите, например, чтобы было побольше буклей, вы ее не расправляете сильно. Вот видите? И я кладу на расстоянии друг от дружки, потому что когда шерсть будет садиться, вот это будет все как раз... Вот смотрите, я сюда, например, подкладываю, и тогда, когда оно сядет, это будет создавать ощущение такого монолитного, непрерывного полотна. Вот тут вот у меня будут лапки, поэтому направление шерсти я хочу поменять, чтобы тоже было как будто это у меня шкурка животного натуральная, как будто вот собачка у меня не собачка, а маленькая овечка. Ее вот разложила, и теперь я прикрою немножечко вискезой. Это будет более декоративно, чуть-чуть даст блеск. Тоже облачками. Немного. Она будет выполнять декоративную функцию, и в то же время для прочности. Я разложила вот эти вот лапочки, все, да, и в центры. Теперь закрываю, сбрызгиваю водой. Водичка у меня здесь теплая, я туда добавила мыло. Вот я это хорошо промочила. Лишнюю воду я впитаю в полотенце. Немножко даже притру. У меня здесь кудри, поэтому я не очень его тру. Я буду работать с этой вещью с изнаночной стороны. Но здесь мне нужно это все просто сейчас, чтобы оно зафиксировалось. Теперь я снимаю, видите, вот чтобы снять, мне надо вот так вот эти ворсинки стряхнуть. И вот так вот под наклоном сетку я снимаю. И теперь мне нужно вот здесь вот посмотреть, чтобы подровнять все вот эти края. Я их подравниваю очень условно. Мне не нужно, чтобы они были ровные-ровные. Здесь я не трогаю, там я буду еще работать. А вот здесь, вот окончание лапок, где у меня тут будут вход в эти рукавчики, я подравниваю. Теперь здесь у меня выходят, да, вот эти хвостики, я их не трогаю. Здесь тоже выходят, я их не трогаю. Здесь у меня, ну так, условно, мне не важно, чтобы здесь было очень ровненько край. Это такая получается дикая шерстка. И теперь я накрываю это, у меня есть специально подготовленная ширина, вот такая вот штучка, которая заканчивается вот тут, где у меня поднимаются лапки, места сгиба. Я беру, отделяю вот здесь вот, вот здесь вот эти шерстинки. И вот эти шерстинки, я их таким образом отделяю, чтобы у меня вот здесь вот завернулось. И кладу вот таким образом. Здесь распрямляю часть сюда, часть сюда. То есть здесь будут лапки, вот эти вот, оборачиваться шерсть вокруг шаблона. В круговую здесь делается. Вот, остальное мне нужно будет закрыть шерстью. И вот все я точно таким же образом обрабатываю. Вот смотрите, как это просто. Вот я здесь немножечко отступаю и поднимаю. И оборачиваю. Здесь понятно, что здесь в ободном пространстве. Просто подворачиваю. Уточняю все. И раскладываю до конца блокиратора. Вот блокиратор. Это называется блокиратор. То, что нам помогает разделить две детали, чтобы они не сваливались между собой. Вот я все это проделываю. Это все очень просто. Когда вы уже умеете это делать, это не составляет никакого труда. А когда вы еще с шерстью на вы, то вам немножко трудновато. Здесь, видите, соприкасается. Я сюда положу еще один шаблон. Ну, пока что я подверну здесь. А дальше я потом положу. На такое короткое время ничего здесь не произойдет. Не будет никакой проблемы у меня. Я слежу, чтобы вот здесь вот завернулась шерсть. Вот в этом направлении. И вот здесь, вокруг шаблона, где у меня будут лапки. Я приготовила, чтобы у меня эти лапки между собой тоже не пересекались. Вот. Все теперь у меня разделено. Завернуть таким образом. Сначала разложить вот это. И продолжаю раскладку с этой стороны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова И теперь, внимание, что я делаю. Я должна перевернуть на обратную сторону моего шаблона. Я беру за края, поднимаю таким образом, чтобы шерсть уже вот завернулась. Вы увидели, да? Потом я поднимаю вот таким образом и переворачиваю, чтобы не было вот здесь смешанной шерсти. Вот видите, я его назад положила. Сейчас я все вот это буду по частям закладывать. Значит, передо мной шаблон изделия, рисунок. Изделие у меня будет запахиваться на эту сторону. Значит, эту часть я буду раскладывать позже. Вот эту вот часть я сначала раскладываю. И потом у меня здесь сначала под шерсток идет, беленький. А потом я вот это вот все, когда разложу эту беленькую шерсть, я потом вот это положу сюда, на эту белую шерсть. И дальше заложу черной шерстью, потом разложу цветочки. Цветочки у меня будут один вот здесь, на этой полочке будет цветочек. В общем, и потом после того, как я разложу цветочек, я дальше разложу кудрик. Вот весь процесс. А потом я закрою эту полочку и буду раскладывать следующую полочку, чтобы оно между собой не свалялось. Вот я вам сейчас рассказала. Теперь я все это буду делать. Для тех, кто не понял, откуда взялся шаблон и как с ним управляться, и как его приготовить, я предлагаю пройти на мои мастер-классы. Там, где есть плейлист всех моих мастер-классов, вы найдете предыдущее мое видео по изготовлению шаблона. Там же вы найдете видео по изготовлению цветов. Там будет детальное видео по всем моментам, как сделать цветы и как сделать шаблон для данного изделия. В данном же видео акцент делается на изготовлении основного полотна комбинезончика, то есть работа с шерстью и кудрями. Я это сделала только для того, чтобы не утомлять вас слишком длинными видео, а разбила это по частям, чтобы было удобнее воспринимать. Вот здесь должна быть часть. Все, что будет не под застежкой, а сверху. Поэтому я раскладываю все, предполагая, где у меня что будет. Я могу, в принципе, видите, он же у меня еще не приваленный, я могу его убирать. Я просто знаю, что вот здесь будет этот цветочек. Поэтому для того, чтобы мне удобно разложить, я его отложила, раскладываю здесь кудри и потом положу. У меня уже отпечаталось место для удобства работы. Вот я его располагаю, эти кудри. Равномерно стараюсь, чтобы это было. Немножко их растягиваю, они потом сожмутся. Но не сильно, чтобы все-таки... Иногда здесь будет волну сжиматься, а иногда просто будет вот такая пружинка и оставаться, чтобы было видно, что это каракуль. Оно будет похоже на каракуль. Вот, я это разложила. Вот здесь чуть-чуть еще хочу положить. Вот я сюда кладу на бочок. На бочок, смотрите, вот здесь будет сгибаться этот бочок. Вот так вот кладу. И теперь сюда же кладу на место уже цветочек. Вот так вот. Ну и теперь все по технологии. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 теперь надо мне померить насколько изделие уже готово сколько нужно довалять вот сюда будут ножки до проходить вот здесь вот будет попа хвостик здесь явно видно что много поэтому я его еще уваляю вот здесь вот собирающие движения здесь у меня горлышко собираю и выглаживаю одновременно чтобы не растянутое было в общем я царапающими движениями управляю вот этим вот процессом шерсть легко поддается вот я уже тут немножечко подсадила теперь мне хочется это все вытянуть таким образом чтобы это было похоже на то что здесь лапки вот они эти лапки здесь будут находиться я сейчас придаю форму леплю изделие уже волок у меня очень пластичный очень хорошего качества уже ничего мне не страшно что он там где-то дырки поделаются нет уже все тут проработано мне вы очень хорошо в этом лискоза помогает ну и раскладка вот такая то есть все получилось качественно грудка у нее дальше сюда будут задние ножки вот они будут вот таким образом заходить вот они будут хвостик будет у нас снаружи вот здесь вот будут надеваться с одной стороны как чулочки а с другой стороны как штанишки вот такие вот интересные у нас такой интересный комбинезон вот ножка вот сюда зайдет и папа будет у нас открытая сам не знаете для каких целей для проветривания вот задние лапки такие у нас будут интересные здесь будет бедрышко все прикрыто только попа будет свободная интересные штанишки это шерсть тонкая она тонкая она не грубая но все равно когда будет свобода вокруг лапок это будет и защищать это же время будет создавать вот такую вот свободу движения и красиво будет по хвостику нашей моники очень красивый ну и все остальное тоже очень красивая моника красивая собачка породы папи он что по-французски означает бабочка красотка в переводе с французского означает бабочка вот пожалуйста уже все при него понятно это будет замечательный комбинезон теперь я возьму все размеры которые соответствуют моники где записывал и буду уже подгонять окружность 36 сантиметров вот 36 сантиметров и на застежку отлично дальше долина у нас по переду грудки 20 и длина холки 24 сантиметра ой идеально видите даже не думала и длина 24 сантиметра это же гениально случай это не просто так вдруг свалялась именно так как нужно и расстояние между лапами вот здесь вот мы будем посаживать по телу здесь же будет грудка ну в общем там заявлено у нас 8 сантиметров вы посмотрите идеально 8 сантиметров и тут у нас тоже 8 сантиметров вот все что нужно было выяснить окружность шеи и 25 вот 25 вот такая вот окружность должна у нас получиться вы видите это просто супер и на застежку просто супер ничего не надо делать как-то так получилось что и размеры идеально сами по себе оказались значит все заложено правильно значит глаз алмаз значит опыт сын ошибок трудных вот что следовало доказать а теперь мне надо будет просто это еще раз выровнять да просто выровнять уже сейчас выгладить немножко ну вот тут вот это надо будет с моникой посаживать я вижу что нигде никаких изъянов я не нахожу все отлично выглядит все очень очень пластичная войлок получился очень пластичный я думаю она будет с удовольствием его носить без всяких всяких стеснений вот я это все еще придаю форму вот здесь вот выглажу ровненько чтобы было выровняю выпрямлю зафиксирую как мне нравится когда вдруг случайно вот просто так вот останавливаешься в тот момент когда просто необходимо было остановиться теперь мне только просто подогнать чтобы это все было ровненько посмотрите как хорошо фиксируется край во первых вот таким образом во вторых еще вот так пальцем между ногтями вот то что я должна доработать я дорабатываю а уже потом на монике мы посадим идеально чтобы было она потянется мы сделаем ту форму которая уже зафиксируется и больше ничего не нужно будет вот такая получается интересная одежка это первый раз я делаю такой комбинезончик но мне нравится что получилось теперь мне нужно вытянут цветочки чтобы они были красивыми видите я нажимаю центре придерживаю чтобы она ничего там мне не повредилась и вытягиваю да уже приваляют бутончики а потом все выполощу меня не не Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Сюда можно пришить еще бусинки Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал!